Прогрунтованная стена? Нет еще? Ну, здесь нужно будет грунтоваться. Мы сейчас кусочек намажем. Значит, смотри, здесь грунтоваться, когда 1 к 6 с водой и все. И немного. Здесь можно валиком. Здесь задача какая? Здесь есть поры дырочки. Видишь? Вот эти вот. Твоя задача, когда ты грунтуешься, по сути дела, не столько уменьшить впитываемость, сколько не дать воздуху циркулировать, который там находится, и все. Здесь, да, просто склеиваешь, как и в стяжках. Обмазывай. 1 к 6. То есть здесь можно вводить слой грунтовать? Да, да, да. Здесь много грунтовать. 2 слоя? 2 слоя. 1 к 6, 1 к 4. Потому что он воду сосет сильнее, чем газобетон. А я, что, наоборот, думал. Надо, зачитай, обильнее его, да, так. Может, даже смочить его как-то вначале. Что? Кирпич. Нет, это как раз и есть смачивание. Если ты смачиваешь кирпич просто водой, ты потом размываешь полимеры и штукатурки. Ты калечишь ее. Понижаешь ее марку. А вы грунтовали через распрыскиватель? Там? Да. Это нормально же, да, распрыскиватель? Да, это хорошо. Обмазывай здесь, пробуй. А здесь можно и кистью, можно валиком, чем угодно. Хочешь распрыгнуть? Можно и распрыскивать. Можно и распрыскивать. Это удобнее, да, распрыскивать? А вам вообще угодно. И здесь промазываешь тонким слоем. Единственное, то, что мы неправильно делаем, то, что не прогрунтовали. Ну, ты как шпателем наноси, кистью бери на бок, макловицы бери на бок, обрывок, и клади, как это, ближе положи. Как шпателем, а потом размазывай. Понял, да? Боком. Клади. Сразу, да, вначале положи, а потом размазывай. Все, и теперь в стороны, влево-поправо. Да, да? А еще многие ребята, посмотришь у меня на видео, они, знаешь, делают очень хитрую штуку. Под конец проходит и вот так вот делают. Понял, да? Им просто удобней. Потом, после того, как идет один человек, его делает вот так вот. Потом, вначале размазывает, а потом проходит и делает вот так вот. Не-не-не. Это вначале промажь, а потом уже пройдешь, сделаешь эти. Просто удобнее штукатурку потом накидывать. Вообще нет проскальзывания. Да, промазываешь, да. Ну, потом уже, когда вся стена будет. Я и хотел это показать, как вы сейчас большой там объем пройдете. Ну, тут уже зацеп получше будет, да? Ну, вот, видишь, да? Только здесь нужно вот промазывать дырочки, потому что это бетон, это не кирпич. В кирпиче, ты пойми, у тебя это... И ни в коем случае, чтобы не было толстый слой. Вот такой нельзя. 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 Ты должен сделать тонкий и потом пройтись. Толстый опасно. Понятно, да? Я уж не говорю про то, что это перерасход. Зачем тратить, когда тебе и так все хорошо. Понятно, да? Ты размашь, еще размашь, толстый слой слишком. Размашь, размашь. Этот еще пройди, толстый слой просто на нем, видишь? Внизу, внизу. Дай, пожалуйста. Из-за такой технологии можно рисковать? А почему рисковать? А дальше вот проходишь. Мы потолки так штукатурим, а почему? А чего тут? Вообще никаких вопросов. Потолки постоянно штукатурим. Причем до 8 сантиметров. Но самый большой прикол, это, по-моему, Лиза Чайкиной, какой дом? Фасад. Какой максимальный слой штукатурки может быть? Как думаешь? 27 сантиметров. Там нельзя было класть кирпич. Потому что здание офисное находилось вблизи от сталинского дома. Как только началась бы реконструкция, здание снесли бы по санитарным нормам. Поэтому по политике только штукатурка. Они объясняли, я не мог этого понять, но вот так вот. По кирпичу это уже не считается отделкой, да? Да, это уже все. Это уже другое там категории, там согласование. Ну, в общем. А там жители просто вот смотрели. И это, такие церперы. Там. Там.